Сегодняшние опыты дилетанта расскажут, как и благодаря комуский двординг появился в Советском Союзе. Участники событий почти 30-летней давности специально для нашей программы встают на доски и вспоминают, где все начиналось. Первая доска у меня появилась примерно в 90-м году. Это была советская желтая доска, прямая, с железными тяжелыми подвесками. Я ее купил в обычном универсале. Вместе с нами вы побываете в уникальном музее и увидите, на чем катались самые первые скейтеры в СССР. Ровно 26 рублей стоила вот такая вот скейтовая доска, которую делали в Пензе. Мы покажем, насколько экстремальным может быть этот вид спорта, в котором без падений нет побед. Ну а я на собственном опыте проверю, долго ли нужно мучиться дилетанту, чтобы все-таки поехать на скейте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти кадры были сняты в 1984 году. На них советские скейтеры так называемой первой волны катаются по городским улицам и набережной, удивляя прохожих. Спустя два года здесь пройдут первые в Советском Союзе соревнования среди любителей роликовых досок. До трюков в их современном понимании было еще далеко. Скейтеры занимались чем-то похожим на горнолыжный слалом, только на скейтах. Кроме Саратова, центрами по развитию нового вида спорта считались Ленинград, Рига и Харьков. А Москва не играла особой роли вплоть до начала 90-х. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парк Победы на Поклонной горе – место для московского, да и вообще российского скейтбординга легендарное. По сравнению с прошлым, сейчас здесь катается или учится кататься гораздо меньше скейтеров. А в 90-е бывали дни, когда вместе собиралось до 200 человек. На этих плитах всегда царили свои законы. Какое-то время существовало даже негласное разделение на зоны для всех желающих и VIP-крыло для признанных мастеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Денис Мархасин – один из тех, кто начинал кататься на заре московского скейтбординга. Никаких специальных парков ни в столице, ни в любом другом городе СССР тогда еще не было. Поэтому скейтеры и выбирали для своего любимого дела подобные места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего-чего, наверное, гранитных площадей хватало у нас? Ну, относительно других городов, да, в Москве было место, где покататься. Вообще, где первый скейт-парк открылся у нас? Это было в СССР или уже в России? Ну, один из хороших скейт-парков появился, наверное, в Саратове вначале. Это было, наверное, начало 90-х. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно в Саратове появились первые рампа и мини-рампа – специальные сооружения, позволяющие скейтерам совершать трюки. А в сентябре 91-го в городе на Волге прошли самые массовые на тот момент соревнования по скейтбордингу. Кубок Союза собрал больше 130 любителей катания на роликовых досках из разных городов тогда уже бывшего СССР. Соревнования проходили в трех дисциплинах – слалом, фристайл и стрит-стайл. По меркам начала 90-х это был крупный чемпионат, освещать который приехали журналисты Центрального телевидения и даже съемочная группа Американского канала. Как всегда, с небольшим опознанием, но и наши ребята въезжают в 21-й век на скейтборде. Доска обклеена шкуркой и четыре колеса. А сколько красоты, счастья и свободы. В Москве первые скейтпарки появились только во второй половине 90-х. Так что самая первая волна бурного роста интереса к скейтбордингу прокатилась буквально по городским улицам. Не менее легендарное, чем Парк Победы, место для столичных скейтеров 90-х – это памятник Ленину возле станции метро «Октябрьская». Здесь начали кататься даже раньше, чем на Поклонной горе. Любителей трюков привлекало идеально ровное покрытие из гранита и удачное по высоте сочетание уровней монумента. Зимой скейтеры катались в подземных переходах или в подвалах, например, в большой арене в Лужниках и в спорткомплексе «Олимпийский». За ними гонялись охранники, отбирали доски, а потом требовали выкуп, вспоминает Денис Мархасин. На этих уникальных кадрах из его личного архива запечатлено уже вполне легальное катание в скейтпарке спорткомплекса «Олимпийский». Поначалу он занимал половину центральной арены, но вход сделали платным, а скейтеров было еще мало, чтобы приносить реальный доход. Поэтому наспех сделанные перила и трамплины быстро перенесли под трибуны. Кататься там по-прежнему можно было только за деньги, но такие скейтеры, как Денис, ходили туда бесплатно. К тому моменту он уже был известным в своей среде мастером, успевшим поменять не одну доску. Первая доска у меня появилась примерно в 90-м году. Это была советская желтая доска, прямая, с железными тяжелыми подвесками. Я ее купил в обычном универсале за 26 рублей. На этой доске со своим другом Пашей Сорокиным мы катались. Вначале с лалом, потом какие-то тик-таки там, такие простые трюки учились делать. Чтобы своими глазами увидеть доски, на которых катались первые скейтеры Советского Союза, я отправился в Беларусь. Это Глеб. Он из Минска. Один из пионеров минского скейтбординга, Глеб Бенциовский, и сам катается до сих пор, и другим помогает. Несколько лет назад он открыл школу, где учит любимому виду спорта минскую молодежь. Глеб владелец уникальной коллекции, ради которой мы и прилетели в Минск. Он собрал ее для своего скейт-музея СССР. Но прежде чем отправиться на экскурсию, вместе с человеком-легендой минского скейт-движения, мы идем на знаменитый скейтерский спот белорусской столицы. Да-да, не удивляйтесь, я говорю именно об этом вроде бы совсем неприметном строении. Скейт-парк в Минске планируют построить уже давно, а пока его нет, скейтеры находят подобие специальных фигур на городских улицах. На этой кирпичной пирамидке отметился каждый бывший в белорусской столице спортсмен на доске. Я смотрю, что и доска у тебя другая, потому что в основном я встречал вот такие вот для трюков. У тебя какой-то более ретро формы, да? Ну, это не ретро, это классика олдскула, это шейп 90-го года. Так называемая рыба. Это доски, на которых катали примерно до стритовой революции скейтборника в 90-х годах. Потом со временем шейпы стали меняться, превращаться в более вот такие симметричные формы. Колеса стали меньше диаметром, подвесочки поуже, доски сами полегче. Такие доски много было? Ну, именно эта фанера, это трэшер скейт-рок с шейпом Джеффа Гросса. Их было выпущено 100 единиц. Ну, номер 56, единственный в Белоруссии, я думаю, в СНГ, потому что доски очень быстро разошлись по коллекционерам по штатам. Но эта доска у меня некоторое время висела на стене, но все-таки доска есть доска, она должна катать. Добро пожаловать в скейт-музей, сэр. Большинство досок в коллекции Глеба Бенциовского – это все-таки музейные раритеты. И если они катаются, то только на выездные выставки в качестве экспонатов. Две таких Глеб уже с успехом провел в Москве. Что неудивительно, где еще увидишь такую подборку из сотни досок, многие из которых – ровесники самого хозяина? Моя первая доска была подобна вот этой досточке, практически полностью. История ее заключалась в следующем. Я очень сильно хотел себе велосипед, как любой подросток. Но когда моя бабушка решила купить мне велосипед, велосипеда в детском мире не оказалось. Зато там были скейтборды, которые были чуть-чуть дешевле. И она сказала, давай я тебе куплю скейт. Я, скрипя сердцем, сказал, конечно, давай, это лучше, чем ничего. Глеб вспоминает лето 88-го. Ему тогда было 13 лет. С тех самых пор он не катался только во время вынужденных перерывов из-за травм. Идея собрать коллекцию и открыть музей появилась у него в 2005-м. Началось все с досок, выпущенных в СССР и в странах СНГ. Назывались они, кстати, совсем не скейтбордами. Доска роликовая для взрослых, массовая. Больше 20 лет этому скейту. Я так понимаю, он не для трюков, а для быстрой езды. Нет, это даже не для быстрой езды. Это классический шейп конца 60-х годов, который выпускался в США. И который только в середине 80-х подошел к границам Советского Союза. Продавались роликовые доски в обычных универсамах, в отделе спорттоваров или в магазине «Турист». Советская промышленность как могла приспосабливалась к новым запросам молодежи. К началу 90-х объем производства скейтбордов в СССР достиг нескольких миллионов штук в год. Выпускались они по разнарядке на предприятиях, которых в стране Советов было больше всего. Было как минимум три, так скажем, бренда в Советском Союзе. Одним из которых являлся РПОМ, он же потом стал АПОМом и потом же МЗ. Рыбинское производственное объединение машиностроения. Это был оборонный завод в городе Рыбинске. Является в определенной мере культовой. Во-первых, здесь есть киктейл, загнутый хвост. Чего не было у многих досок до этого. Во-вторых, ее шейп полностью снят с доски Павла Киралты Астрид Исио 75-го года. Но эта доска вышла 10-ю годами позже. Фабрика имени Орженикедзе. Беларусь, город Пинск, завод Кузлитмаш. Вираж Ленинград с ценником. Я его все-таки нашел. В общей сложности в коллекции сотни скейтбордов. Кроме советских, российских и белорусских, есть заграничные раритеты. И самодельные скейты, которые были собраны в эпоху большого дефицита. До того, как они не выпускались массово и промышленно, энтузиасты делали их самостоятельно по чертежам того же юного техника. Здесь присутствует и аналог современного карбона. Я пока не взял, я не понял, что это самодельная доска. За счет того, что здесь потеряны верхние бушинги, доска вообще практически неуправляема. Но, тем не менее, она присутствовала в арсенале определенного скейтера. По сравнению с современными досками, большинство отсюда выглядит, как, не знаю, декорации какому-то фирму 80-х. Ну, почему? Я могу сказать только одно. Если ты умеешь катать на таком, то на современном скейте ты будешь катать с большей уверенностью. Смотрите далее в опытах дилетанта. Что такое скейтбординг для тех, кому под 40? Мне 36 лет, и 25 из них я катаюсь на скейте. Как Москва готовилась к проведению Кубка Мира? Двигаем, двигаем, и все. Мало, не понимают. Если отсюда будет прыгать, то все нормально. И что на самом деле стоит за каждым удачным трюком скейтера? Современным российским скейтерам, в отличие от тех, кто начинал кататься четверть века назад, уже не нужно искать подвалы и подземные переходы с ровным покрытием, бегать от полиции или выкупать свои отобранные доски у охранников. Скейтбординг сегодня популярный вид спорта, который поддерживают официально, выделяя средства на строительство скейтпарков и проведение соревнований. Кто бы мог представить подобное, когда эта, по сути своей, протестная субкультура только пришла в нашу страну? Во время съемок я не раз слышал, что скейтбординг – это вид спорта для всех, независимо от возраста. Однако на своем собственном опыте убедился – чем старше, тем сложнее и страшнее учиться, ведь падать с годами становится все больнее. Я пробовал кататься на доске и даже пытался научиться простейшим трюкам везде, где мы снимали кадры для этого фильма. Каждый раз, вставая на доску, жалел я лишь об одном – что в детстве у меня не было скейтборда, как у большинства программы, для которых скейт стал первыми колесами в жизни и постепенно из увлечения превратился в настоящую работу. Мне 36 лет, и 25 из них я катаюсь на скейте. Сейчас я уже не профи, конечно. Я был профессиональным скейтером, но сейчас я на пенсии. И потому работаю менеджером команды. Это мое детище, мое сердце, моя семья. Жульен – менеджер европейской скейтборд-команды. Его работа временами, конечно же, похожа на то, чем занимаются специалисты этой же профессии в других областях. Звонки, договоренности, организация туров, рекламные проекты, съемки. Но большую часть рабочего времени он проводит на доске. Прежде всего, Жульен – такой же спортсмен, как и другие скейтеры, приехавшие в Москву в рамках своего евротурне. А уже потом – менеджер. Мы приехали в Москву неполным составом, но вообще-то мы представляем всю Европу. У нас в команде все равны. Нет главного и нет подчиненных. В скейтбординге по-другому нельзя. Мы вместе делаем одно дело, которому отдаем всю душу. Современный скейтбординг – это огромная индустрия с многолетними традициями, своими культовыми персонами и множеством компаний, которые строят, производят и продают все необходимое скейтеру. Работают в таких фирмах и руководят ими, как правило, действующие или бывшие, давно повзрослевшие скейтбордисты. Ведь они точно лучше других знают, что нужно любителям досок. Ну, вот так вот не совсем обычно в привычном понимании выглядит офис, где разрабатывают профессиональное оборудование для скейтпарков. Привет, Денис. Ты, наверное, когда начинал кататься, мечтал, чтобы была такая компания и в итоге сам ее создал. Ну, даже не думал об этом, честно говоря. Я так понимаю, это что-то вроде конструкторского бюро. Да, так и есть. Мы придумываем разные конструкции для катания на скейтборде и BMX. И ребята придумывают, рисуют, потом мы их воплощаем. Практически все, чем занимался и занимается Денис Мархасин, так или иначе связано со скейтбордингом. Совершенствуя свое мастерство, он всегда развивал и всячески продвигал этот вид спорта в России, одновременно обеспечивая себя работой и помогая молодым скейтерам получить то, о чем подростки 90-х могли только мечтать. Это один из... это проходит предложение по благоустройству территории школьного стадиона, и рядом с ним запланирована зона под строительство скейтпарка. Пока мы еще не начинали рисовать этот скейтпарк, но, скорее всего, он будет сделан из бетона. Короче, остались заглушки на заборы и вот этот зазор, да? В день, когда мы приехали в офис к Денису, он вместе с командой заканчивал работу над большим проектом. Ее результаты вы увидите меньше, чем через минуту. Ребята как раз готовят железные перилки для скейтпарка, который будет находиться в Лужниках, где будет проходить мировой кубок по скейтбордингу. Это уже вторые такие соревнования, которые будут проходить в Москве. Едутся очень много российских райдеров, профессионалов, затем зарубежных райдеров. В общем, это будет настоящий батл. Будет очень интересно. От того, как вы соберете все эти конструкции, наверное, как сделаны, они будут, зависит от того, что там смогут показать. Здесь важен каждый миллиметр. За день до соревнований в универсальном спортивном зале «Дружба» кипит работа. Еще неделю назад здесь стояла сцена для детского праздника и все было в соответствующих декорациях. Сегодня все по-взрослому. Москва принимает соревнования мирового уровня. Вот те самые металлические перила, которые совсем недавно мы видели на мониторе компьютера. Теперь их нужно поставить на место, которое точно указано в проекте скейт-парка. Денис Мархасин приехал лично помогать организаторам мирового кубка. Все, все, здесь поставим. Давай немножко левее, еще. Еще чуть-чуть. Вот так. Мне кажется, не по центру стоит. Двигаем, двигаем, и все. Мало, не понимают. Хорошо, оставляем. Если отсюда будет прыгать, то все нормально. Руководит работой внимательный ко всем мелочам Андреас Шутценберг из Германии. Его компания строит скейт-парки по всей Европе. И мелочей в этом деле нет, считает Андреас. А есть европейские стандарты безопасности. Специальные документы, где написано, что и какого размера должно быть на площадке для катания. Необходимо, чтобы все фигуры сочетались друг с другом, были удобными для выполнения серии трюков и органично смотрелись вместе. Непростая задача, но Андреас и его команда с ней в очередной раз справились. Они построили уже больше сотни различных скейт-парков, многие из которых после открытия стали всемирно известными. Андреасу 39 лет, но он до сих пор катается. Правда, очень редко. И в основном по работе, например, чтобы лично проверить качество новой скейт-площадки. Тебе нравится Россия? Да. А ты первый раз здесь? Нет, ну что ты, я в России уже 29-й раз. И все время по работе. Собрать парк для соревнований – это все равно, что в Тетрис поиграть. Я только об одном всегда жалею – строишь все это и уезжаешь, так толком и не покатавшись. Зато участники московского этапа Кубка мира по скейтбордингу смогли оценить качество работы Андреаса и всех, кто строил этот парк. На этих соревнованиях я встретил всех героев нашей трилогии о скейтбординге. Денис Мархасин из Москвы и Глеб Бенцовский из Минска – ветераны и легенды – заняли свои места на трибунах. Кирилл Коробков, с которым мы учили азбуку скейтбординга, судил соревнования. Егор Кальдиков, мой первый тренер, боролся за главный приз. Так же, как и один из самых титулованных современных скейтеров – Максим Круглов из Петербурга. А Саму Карванин – знаменитый финн, в скейтпарке которого я прокатился на скейте впервые в жизни, даже специально прилетел из Хельсинки. Но никто из наших героев не стал победителем, поэтому мы решили показать вам не лучшие моменты чемпионата, а то, что стоит за ними. Мы работали над фильмами о скейтбординге несколько месяцев, и за это время в нашем видеоархиве накопилось много подобных кадров, на которых хорошо видно, чего на самом деле стоит скейтеру каждый удавшийся трюк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После московского этапа Кубка мира я отправился туда, где все начиналось, в Хельсинки. Но в отличие от моего первого визита, на улицах и в метро уже не встречались люди на досках. Был конец осени, и финские скейтеры закрыли сезон, перебравшись в крытые скейтпарки. Так что встречали меня лишь многочисленные лужи и одинокий любитель граффити. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сезон закрыт, а я так ничему толком и не научился, остался дилетантом. На скейте только катаюсь и не могу нормально выполнить даже самый простой трюк. Ровно три месяца назад я первый раз приехал сюда, в Хельсинки, и попал в этот скейтпарк, который строит легендарный финский скейтбордист Самокарванин. Именно здесь меня первый раз поставили на доску. Вспомни страшно, как это было. Тихо, тихо, тихо. Е-мое. Да сделай уже это. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот первый урок от Уиллы из Сан-Диего. Вот ровно на этом самом месте все и было. Правда, сегодня нет моего первого учителя Уилла из Сан-Диего. Я попробую сделать все сам. Страшно. О-хо-хо-хо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простите, как уж есть, это опыт дилетанта. Программа о том, что профессионалами не рождаются. Но скейтборд я, пожалуй, кому-нибудь подарю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА